Лавки сходи, світло с балкона, рівні двери, вечірня втомна, знову там, де нам все знайомо. Бо коли ми вдома добре кожному з нас, кожному з нас, коли ми вдома... Все надо. Очень громко. Очень, говорю, шума много. Дядь Гриша! Можешь больше не слететь, я еще уже уехала. Как договариваюсь. Обращайся, если что. А что делать? Ремонт нам! Марина! Мариш! Марина! Мариш! Марина! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Оксана, ти шо носки у машині стирала? Ну, так. А шо такого? Ні, ну ти страх потеряла. Ти шо не знаєш, що я завжди тільки руками стираю Тарасіку, а? Ну, а я в машинці. Яка різниця? Як це яка різниця? Порівнювати цього бездушного робота з маминими люблячими руками? Так, ано, зачекай хвилинку. Що ви вже задумали? Тихо-тихо. Так, де ви їх взяли? Я, наче, всі повестірувала. Хм, Оксаночко, я ж маму. Я ж серцем відчуваю, де у Тарасіка грязні на схиль. До речі, я отим милом собі обличчя вмиваю. Ну, шо, я теж? Чо? Так, намилюємо п'яточку. І тут намилює, так, тепер. А, а, от так, гарнюня, твоя машина так уміє. Віджимаємо. І на сушарочку. Один і другий. Обидва разом. А твоя машина, наче їх жере. Давай, вішай. А хто так вішає? Ну, а як їх ще вішати? Як це як? Ось так. Беремо, закручуємо. Дивись. По-перше, вони так швидше сохнуть. А по-друге, прасувати не треба. Ви їх ще й прасуєте? А як же? Слухайте, давайте так. Або я сама тут машинкою перу, або ви як собі хочете. На вас все одно не вгодиш. Не, вона ще возмущається. Я ж хочу, як краще. Як краще? Японці придумали. Тому ж зробили 15 режимів. До речі, руки лишаються ніжними. А, Тарас? А ну, Тарас. А ну, скажи, ти як більше любиш? Вистирані носочки у машині? Чи маминими ніжними руками? Я сухі люблю. Так, хто взяв мої носочки із ботінок? Так, давайте, давайте, з'єднавайте. Я на роботу спільнююся, а в мене носочки мокрі. Чи? О, шикардос. Шикардос, просто клас, а? В домі дві хазяйки, а глава сім'ї йде на роботу в мокрих носочках. Отлично. Ти що, і труси в машинці стирала? Ну так. Оксана, це ж труси, а ти їх туди... Ну, а що ви пропонуєте? Так, я усі труси вже постирала. Зараз і так. Для тебе сьогодні останній майстер-клас. Раз. Ти що не пішов? Що ні. А ну, зачекай. Мам. Мам. Мамо, мамо, що ви робите? Мамо? Мамо, яйцо, господи, яйцо. Гриша, опять ерундою займаєшся? Наленька, не ерундою, а серьезним делом я разгадываю ребуси и головоломки. Я свой ум держу постоянно в тонусе, в отличие от тебя. А вот щас вот ребуси все разгадал, как семечку щелкнув. Никаких проблем вообще, не на одном вопросе. Ну, все разгадано, Наня, все, абсолютно все. И чувствую, что мой пытливый ум не может находиться без дела. Понимаешь? Мамо, мамо, мамо. Поэтому я щас иду в гаражи к мужикам, вот, и буду разгадывать ребус вот этого украденного вчера щебня. Надеюсь, Надя, ты не против. Гриша, от тебя не надо никуда идти. Я тебе прямо сейчас тут дам разгадывать новый ребус. Сложно я надеюсь? Да, сложность в высшей категории. Может заинтриговать. Ну-ну. Держи. Разложи носки по парам. Че? Папка пришел. Боришься, я дома. Я слышу. А ну-ка, дай-ка наследника. Куда? Ну, куда ты грязными руками, Андрюш? Ну, целый день по городу мотался, где ни по падению брался. Теперь к Лешке лезешь. Давай, иди, вымой ручки и... А, значит, как ему свои пальцы, так можно в рот совать. А я... Андрей, иди, вымей. Бурчи что-то. Ох, папка, и вредина. Ох, и вредина. Андрей! Лешка, папка прижел, подберегись. А ну, а теперь иди и нормально вымой. Я нормально вымыл? Намочил водой, только сделал вид, Андрей. А че ты так решила? Ты к мылу даже не притронулся. А знаешь, сколько там микробов? Знаешь, Мариша, эти микробы от одного твоего только взгляда разбежались. Вот этого. Чьи-то сладкие ножки. Такая сладкая булочка тут лежит. Мариша. Ой, мыл. Поберегись. Мокрыми руками, Андрей. Марина, ну чего ты в самом деле, ну ты что-нибудь понимаешь? Ну это же и мой сын. Между прочим, я тоже принимал в его создании кое-какое участие. Забыла? В самом деле, ну это же мое запомнение право. Ну я тебе не запрещаю, Андрюш. Ну вытри, да и возьми на руки. Мисты. Отлично. Да, брюки и рубашку, Андрей. Ну, ты, я не знаю, где был, в транспорте сидел. Давай, иди, вымой заново руки и вытри чистым полотенце. Ну в самом деле. Заново? Заново. Лучше, Мариша. Даже, даже хирурги руки не вымывают. Теперь-то я могу взять его на руки. Ти-и-и. Чего ты? Можешь. Но только когда проснется. А теперь иди мой руки и иди кушать. Просто иди кушать. Катю, что случилось? Что такое? Иди сюда. А ну, рассказывай, что случилось? Пирожий. Помнишь, когда у тебя украли телефон, я сказала, что со мной бы такого никогда бы не произошло. Помню. Произошло. Ну, что случилось? Я шла домой по улице. И ко мне подошел парень и попросил мой телефон позвонить. Ну, я же тебе говорил, никогда нельзя давать на улице никому телефон. Я знаю, я не собиралась давать. Но он сказал, что его телефон разрядился, а его девушка на него обиделась. И что если сейчас он ей не позвонит, то она навсегда уедет в Тернополь. Ужас. Да. И вообще они только начали встречаться после долгой паузы в отношениях. В общем, у них там все запутано, как в дневнике памяти. А еще он сказал, что если я ему дам телефон, то буду его личным Купидоном. А я никогда не была ничьим Купидоном. И что было дальше? Дальше он сказал, что ему можно доверять. А потом? Потом он убежал с телефоном, с криком «Никому нельзя доверять». Ну, все, все, ну не плачь, не плачь, мы купим тебе новый телефон. Да я не из-за телефона плачу. Я просто им доверилась. И вообще не понимаю, как можно обокрасть своего Купидона. Ну, все, иди ко мне, иди ко мне. Не, ну, вот будет тебе урок, да? Да. Как думаешь, они помирились? Да. Олег, что случилось? А, да, Олег. Те, умоляю, пустяки. До свадьбы заживет. До какой свадьбы? Золотой свадьбы. Боже мой, ты что, подрался? Да я тебя умоляю, какая драка, что ты. Раскидал троих, как котят, они даже и не поняли ничего. Как раскидал? Ну, как, как. Сидели возле подъезда, матерились, пиво, семечки. Я не знаю, что у них там. Выпускной, наверное, в ПТУ праздновали или еще чего. Но я сделал им замечание. Боже, они на тебя напали? Да, они и еще пятеро под балконами мочились. Ну, я так им дал, что и дурь из них повыбивал, точно тебе говорю. Ты что, их сильно избил? Так это сейчас милиция за тобой приедет? Да нет, что ты. Какая милиция? Ты бы видела эти рожи. Милиция, если приедет, только для того, чтобы мне спасибо сказать. Может, еще грамоту дадут? Я думаю, Оскара дадут. Либо Оскара. Ну, почему Оскара? Просто такой актерский талант и пропадает. Тренер. Тут Ларина звонила. Из твоей команды. Очень извинялась. Короче, я ей посоветовала в следующий раз, перед тем, как тебе пас дать, чтобы предупреждала за день письменному. Ну, вот, видишь, еще и мечом мы в лицо заехали. И драка эта с петушниками. Такой день. Так, ты готова? Да. Значит, я левую часть считаю, ты правую. Так, появилась сегодня. В пенсионном фонде заявили, что... Все выплаты будут. Не, не успела. Блин! Ну, что блин? Я же не виновата, что бегущую строку так быстро пускаю. Ну, теперь будем ждать, когда она по новому кругу пойдет. А, девочки. И сегодня в пенсионном фонде заявили, что за следующего месяца вып... Натя, Натя! Теперь, что все равно, что с нашей пенсией будет? Нет. Но я же не виновата, что новости так поздно показаны. Ну, как можно быть такой безответственной? Да я... Ой. Эй, я... Я не успела. Ну, ну! Это все новости на сегодня. Ядрен батон! Виталия на нашем сайте www.ukinusproject24.com www, а так же вставить! Да что же это такое? Надя! И тебе не спится, да? Ну, и мы дома.